Солнечного всем настроения! Мне повезло взять интервью у доктора биологических и филологических наук профессора Татьяны Владимировны Черниговской. Часть сегодняшнего видео – цитирование именно этого интервью. Другая часть – описание моих выводов, моего опыта и советы, проверенные на практике. Татьяна Владимировна считает, и я с ней абсолютно согласна, что освоение даже родного языка – это чудо и величайшая загадка. Ведь ребенок, как инопланетянин, он должен выполнить сложнейшую работу, которую не могут выполнить крупнейшие лингвисты и дешифровальщики Земли. Ведь освоение родного языка – это не значит просто запомнить слова. Ребенок не магнитофон. Рождаясь, он не знает, в какую языковую среду он попадет. Например, его предки могли всегда жить в Испании, а родители в воле случая оказались в Китае. Но парадокс в том, что ребенок одинаково без акцента заговорит и на испанском, и на китайском. Ему невозможно поставить жесткие рамки – это твой родной язык, а это нет. И это миф, что большинство людей на Земле говорят только на одном языке – в Швейцарии. 4 языка. Большинство жителей Нидерландов говорят и по-голландски, и по-немецки, и по-французски, ну и, естественно, по-английски. А вспомните Советский Союз? Страна тотального двуязычия – язык родной и язык русский. Поэтому на вопрос, когда начинать учить с ребенком второй и последующие языки, отвечаю – как можно раньше. Мозг тем пластичнее – это термин, обозначающий более способен к обучению, чем он младше. Поэтому и то, что мы выучили в раннем возрасте, более прочно укладывается в нашей голове, чем то, что мы осваиваем во взрослом состоянии. Если вы знаете песенки на английском, немецком, французском, любом другом языке – пойте. Желательно, чтобы в песенках были слова, означающие название животных, части тела, цвета, то есть то, что вы можете показать на себе без перевода на русский язык. Основная разница между взрослым и детским изучением языка – это отсутствие перевода. В это сложно поверить. Но для ребенка слова «face» и «лицо», «table» и «стол», «green» и «зеленый» – они одинаково непонятны. И по вашей мимике, по контексту, по частоте употребления ребенок учится понимать значение каждого слова. И проведя эту дешифровку, он начинает правильно употреблять слова, иногда даже не подозревая, что это слова из чужого языка. Я, например, до 27 лет, когда впервые попала на Украину, не подозревала, что знаю ридную мову. С младенчества каждое лето я проводила у бабушки, родителей которой переселили с Украины в Казахстан еще во времена Столыпина. Бабушка общалась со мной, я общалась с ней. И я честно считала, что такие слова, как «допобачение», «нэма» и многие другие – это просто вариант русских слов. Следующий совет. Если у вас есть друзья, разговаривающие на любом другом языке, попросите их иногда общаться с вашим ребенком. В идеале, считается, для начала говорения нужно три носителя языка. Но здесь принцип «лучше мало, чем ничего» работает на все сто. При этом неважно, какой язык станет вторым. Конечно, все мы сейчас мечтаем в совершенстве говорить на английском и китайском. Но, во-первых, как выяснили в институте мозга, каждый язык занимает отдельное место в нашей голове. То есть, говорение на английском активизирует не ту зону мозга, что на русском. А, соответственно, на итальянском – не ту зону мозга, что на японском. То есть, для каждого языка в нашей голове есть отдельная полочка. А, во-вторых, после трех языков освоение каждого следующего идет уже гораздо проще. То есть, исключается длительный перевод на родной язык. Например, «сноуфлейк» – мы понимаем, что это снежинка. После этого мы понимаем, что это маленький белый комочек, замерзшей воды, падающий с неба. Нет. После трех языков вы просто слышите слово на любом языке, и тут же у вас в голове возникает его визуальный образ. Как говорит мой сын, это то странное чувство, когда ты видишь пайнэпл и не помнишь, что это ананас. Чувствую, кто-то из вас обрадовался. Да здравствует интернет! Прямо сегодня включу своему чаду мультфильм на английском языке. Стоп! Не делайте этого. Я уже рассказывала в ролике, когда и как учить ребенка говорить. Ребенок учится в диалоге. Для него важно понять, что вы говорите. А это гораздо сложнее, чем просто выслушивать то, что сейчас бормочут на экране. Ребенок как первому, так и любому по следующему языку обучается в социальной среде, где очень важную роль играют эмоции. И еще один аспект. Говорить, общаться на языке – это не то же самое, что уметь читать и писать. Мы с вами, каждый из нас, потратили от 4 до 7 лет для того, чтобы научиться правильно, грамотно, чисто говорить на русском языке. И только после этого мы стали учиться читать, а потом писать. Вспомните об этом, когда решите начать обучение вашего ребенка любому языку с алфавита или с подписи под картинками. Нет, скорее всего, он научится хорошо читать и писать на иностранном языке. Но я больше чем уверена, что, оказавшись в языковой среде, он, да как мы все, многие из нас, на отлично сдававшие экзамены по иностранному и в школе, и в институте, на обращение к нему иностранца будет просто грамотно молчать в ответ. Скольким языкам учить? Решайте сами. Я не устаю говорить о необходимости быть любящими наблюдательными родителями, но это отдельный рассказ. Пишите, задавайте вопросы. Я с удовольствием отвечу вам на русском, английском, португальском или чешском. Это именно те языки, раскладка клавиатуры которых всегда установлена на моем компьютере. В личном общении я, пожалуй, пойму испанца, серба, болгарина. О чем это я? О необходимости в современном, меняющемся мире быть мультиязычными. Ведь каждый язык – это врата в новую реальность. Открывайте для своих детей и для себя новые миры. Подписывайтесь на мой канал, и пусть в вашем доме всегда светит солнце.